Истории созидательного духа Тяньши. История 28. Трудолюбие и бережливость, семейные традиции. В семье успешного предпринимателя господина Ли Цзэнь Юаня чтили традиции трудолюбия и бережливости. Эти же ценности стали обязательными и в производственной деятельности. Однажды господин Ли принимал гостей в известном отеле. На столе остались два пирога, и Ли Цзэнь Юань сказал своему сотруднику Ван Баого «Упакуй и забери с собой». Помощник был смущен, но господин Ли Цзэнь Юань пояснил. «Нам не просто достаются деньги. Все они заработаны благодаря неустанному труду партнеров. Умение экономить – это лучший престиж». В конце 2001 года председатель переехал в новый дом. Его требования к отделке комнат были очень просты. Интерьер должен быть светлым, экологически чистым, скромным. На пол положить плитку, стены покрасить белым цветом, срок ремонта не более одного месяца. В то время господин Ли Цзэнь Юань уже вошел в ряды миллиардеров. Он щедро тратил средства на благотворительность, к примеру, для ликвидации последствий наводнения в Сан-Цзине. Он пожертвовал 22 миллиона юаней. В 1998 году купил несколько десятков квартир для сотрудников. Поэтому все были удивлены такими скромными требованиями к отделке. Но еще больше удивились, узнав, что семья привезла в новый дом свою старую мебель, докупив только самое необходимое. К своим четверым детям господин Ли Цзэнь Юань был одинаково строг. Стремясь избежать ситуации, когда избалованные дети богатых родителей становились прожигателями жизни, господин Ли строго контролировал желания своих детей, часто напоминая, успех приходит от трудолюбия и бережливости, поражения от расточительности. Его дети ездили в школу на общественном транспорте, а когда уехали учиться в Великобританию, он выдавал им всего 100 фунтов в месяц на расходы. Отец господина Ли Цзэнь Юаня подавал пример бережливости. К примеру, он никогда не пользовался такси, а ездил в общественном транспорте. Приезжая в Уцин увидеться с сыном, он не соглашался жить в отеле, а останавливался в офисе компании. Он доброжелательно относился к сотрудникам, предлагал свою помощь, заботился о людях. Все, кто встречался с ним, восхищались его открытостью. Став богатым, господин Ли Цзэнь Юань бережно хранил семейные традиции, трудолюбия и бережливости. Он всегда выступал против расточительства и других пороков, свойственных состоятельным людям. И этим снискал уважение всех партнеров. Субтитры создавал DimaTorzok